очагов тв представляет здрасте добрый вечер вы из какого города из калининграда калининград интересно бывший кенигсберг да да я в курсе дела сейчас калининград но я говорил там с некоторыми жителями говорят сильно выросли цены там в общем такая ситуация экономическая улучшается это правда да правда как вы к этому относитесь и как вы прогнозируете вот будущее калининграда или калининградской области точнее я с февраля ничего хорошего не прогнозирую к сожалению ну да а вы откуда я из калифорнии и форме вершину мира ну я не скажу что это вершина мира но его называют золотой штат америки калифорния самый дорогой штат но с другой стороны больше всего работы самые высокие зарплаты ну как бы так но с другой а с третьей стороны вы знаете калифорния мало того что это хай-тековский штат да ну понятно что вся компьютерная индустрия там практически оттуда вот бум вот этот начинался и сейчас продолжается там и пила технологии высокие и калифорния второе место в мире если брать ее как отдельную страну по производству риса у нас китай покупает рис понимаете то есть калифорния реально производительного сумасшедший много слышал но прорис конечно и не слышал да да взять я сам был удивлен когда это узнал ну я вижу тут вот я еду ну когда там есть определенные там регионы целые да вот едешь и сколько едешь только поля риса вы идут заливные знаете если вы видели когда-то рисовые поля то вы представляете о чем я говорю я был китая а серьезно вы не видели да я видел я видел рисовые поля и в китае и в таиланде много кстати тоже вы знаете а у нас вот так прямо не так далеко от того места где я живу эти рисовые поля там в огромных количествах здорово ладно слушайте давайте я побегу дальше если у вас на вопрос стрим или блок нет нет я я блогер сам ну я так понимаю про украинский наверно ну не правильно называть про украинский я блогер про цивилизационной скорее вот так вот и и в этом синонимы да он совершенно в эту в эту в эту вот сторону цивилизации как раз входит и украина то есть в данном случае если мы говорим о противоборстве двух сторон то конечно это украина как думаете россия вернется обратно в цивилизованное русло до вернется вернется обязательно вернется но я думаю что в другом виде и очень не скоро надежды живу да ладно давайте всего хорошего до свидания ну я не стал ему задавать еще вопросы потому что мне кажется из его риторики все понятно ничего противозаконного юридической точки зрения он не сказал поэтому я не вижу смысл ему замазывать лицо вот ну и опять же я не стал ему задавать последующие вопросы для того чтобы он четко выразил свою мысль мне кажется и так все понятно бухаешь бухаешь говорю ну конечно мы все пьяные все конченые здесь в россии нет насчет все конченые я не согласен с тобой то что ты конченые пьяный тут я согласен а процентов 10 а то и 15 есть не конченых людей в россии ну значит нам с вами нечем разговаривать как нечем подожди подожди давай поговорить давай конченый конечно конченый так вот я хочу выливать и высканы и высказанные слова не мои да да это мои слова я это подтверждаю но я могу провести сеанс психотерапии с тобой поставите четкий диагноз понимаешь вот ты на ты как следишь за войной которая идет а чё вы сразу переобуваетесь я вот это только этого не пойму во что во что я берем изначально был ты пьяный конченый и все остальное потом ты переобулся и начал разговаривать мне по вообще по другому ну вы меня извините не так я же я же пытаюсь найти я же себя пытаюсь найти подход понимаешь каждому пациенту нужен свой индивидуальный подход охуенный подход тихо тихо ну не ругайся матом только пожалуйста да а теперь я еще и ругаюсь ну ты только что же ругнулся зачем ты ты же просто обычный конченый орг зачем ты же не матершинник правильно не ругайся пожалуйста тину не ругайся господи а то у меня испортится испортится мое мнение о тебе почему-то изначально вы все козлы а потом оказывается все по-другому да ты будешь со мной говорить на какие-то конструктивные темы или я тебя пошлю нахер сейчас давай отвечай на вопрос да я не хочу никакой уже на данный вопрос все тогда пошел нахер не хочешь не надо тех никто не заставляет приветствую здрасте о чем хотите поговорить ну обычно между украиной россии разговор идет о войне хорошо а вы о чем хотите поговорить ну вот они я самый проклятый хорошо как вы считаете почему все это началось потому что путин не захотел терять контроль и власть над своими рабами вот а украина могла когда она повернулась в сторону европейских ценностей могла показать другим народом в частности российскому что такое европейские цивилизационные ценности насколько быстро страна прогрессирует при этом насколько быстро хорошо она начинает жить насколько воровство и коррупция это плохо путин дико этого испугался и все это он замутил только с той целью чтобы вас рабов от этого отвлечь ну а если серьезно смысле серьезно я серьезно сказал все до единого слова что вы не поняли что я понял что но это не имеет никакого отношения к реальности ну давайте контр аргументируйте тогда давайте начнем с рабов давайте что ну давайте начинаем какие аргументы в пользу этого то что у вас нет свобод у рабов нет свобод у вас нет свободы вы не имеете права голоса вы выходите с чистым резком бумаги вас тащат в полицейский участок вам мало этого ну подождите вы прыгаете с темы на тему что значит нету свободы я же вам сказал выйдете с чистым резком бумаги вас тащат полицейский участок в россии есть законодательство относительно проведения митингов это связано с тем что митинг это большое скопление людей да и есть возможность большая вероятность каких-то там провокаций террористических актов поэтому этот вопрос урегулирован законодательство да а если один человек выходит они небольшое скопление на красной площади нельзя выходить где это написано это особый статус где это написано я не знаю где это написано а вы не знаете понятно уже а зачем вы перебиваете ну хорошо говорите 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 не подгорайте говорите когда вы перебиваете если у вас слабая позиция это очень слабая позиция когда вы перебиваете я говорю а вместо того чтобы послушать вы начинаете перебивать говорите говорите хватит лить вот эту вот парашу это не по мужски я считаю давайте говорите конечно Я потерял интерес разговора с вами А, вы потеряли, естественно Потому что вы поняли, что вы не выносите ни одного аргумента Потому что разговор Это выслушивание другого мнения Хорошо, говорите Вы начинаете перебивать Вы в этой сети Я разговор с вами закончил Обкакались вы поэтому, я понимаю Ох, как красиво Он думает, что он красиво соскочил Потому что я его перебил Я ему сразу, он мне говорит Я ему сразу парирую его слова Он говорит, что я перебиваю Придрался к этому и убежал Классная отмазка, кстати Орки, берите на вооружение Вот кто не хочет выглядеть глупым Потому что сейчас бы он выглядел очень глупым Куда бы разговор не завел А так он просто выглядит не просто глупым Но еще и мерзким и подлым То, что боится говорить Так что выбирайте Или будете выглядеть глупо Или глупо, мерзко и подло Это ваше дело Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова